День с толком В Барнауле скончался 18-летний студотрядовец. Что могло стать причиной смерти молодого человека? Ужесточение масочного режима и послабление. Регион ждет поправки в указ губернатора. Сварил варенье из ревня и щавеля на Первом канале. Пенсионер из Бийска прославился на всю страну. Новый рекорд. За сутки в Алтайском крае выявили 240 инфицированных. Скончались два пациента с диагнозом COVID-19. По всей видимости, край переживает не лучшие времена, особенно система здравоохранения. Высокие цифры держатся уже несколько дней. Увеличилось количество тяжелых пациентов. Резкий подъем заболеваемости накануне заставил оперативный штаб края принять новые меры, чтобы сдержать коронавирус. Сегодня вечером должен выйти новый указ губернатора края с поправками. Известно, что все новое – это забытое старое, поэтому достаем маски. Уже точно известно, что масочный режим будет ужесточен. Без средств защиты органов дыхания теперь не пустят в магазины, транспорт, аптеки. В общем, везде, где жители края и так должны были появляться только в масках, согласно майскому указу губернатора. Проверки масочного режима будут проводиться даже на остановках общественного транспорта. По крайней мере, так обещают. Будут и послабления. Например, власти разрешат подготовку к соревнованиям спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Алтайского края, группы высшего спортивного мастерства на объектах спорта. А также розничную торговлю на рынках текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами. Тем временем, с начала пандемии в регионе скончались уже 119 человек с диагнозом COVID-19. За неделю показатель летальности вырос. Алтайский край замыкает тройку регионов Сибири с самыми высокими коэффициентами смертности по коронавирусу. Лидером печального рейтинга стал Красноярский край, следом Новосибирская область и Алтайский край. И вот она победа. Алтайский край занял первое место по России в рейтинге коэффициентов распространения коронавируса. Об этом сообщил оперштаб России. При этом министр здравоохранения края Дмитрий Попов накануне рискнул заявить, что регион заходит на пиковые показатели по заболеваемости. Чиновник надеется, что эти показатели удастся зафиксировать и эпидемия пойдет на спад. Сложно говорить, потому что эти ситуации меняются ежедневно. Мы можем оценивать то, как сегодня и как это было вчера. И прилагать максимум усилий, чтобы завтра не стало значительно хуже в отношении эпидемиологической ситуации по заболеваемости. Кто уже прошел пик, так это Москва. Там с 1 августа откроются театры, кинотеатры и концертные залы. С ограничениями, конечно. Киноманы ожидали, что и в Барнауле откроются кинотеатры с 15 июля. А сейчас ни о каких кинозалах речь даже не идет. И вот почему. Для сравнения. Сегодня в той же Москве зафиксировано 637 заболевших. В небольшом Барнауле 127. И между нами еще разница в том, что когда Москва выходила на пик, по всей стране еще действовали какие-то ограничения. В Алтайском крае же на запрет уже давно махнули рукой. Вспомним хотя бы недавние дискотеки на Ай. Переполненные бары, тысячи людей, никакой дистанции. Видео с вечеринок быстро разлетелось в интернете. Предлагаю провести эту точку на полную картошку. Вместе с нами. И все эти вечеринки активно анонсировали в соцсетях, несмотря на то, что в крае действует запрет на массовые мероприятия. Странно, что Роспотребнадзор заинтересовался деятельностью баров только после того, как скандал приобрел федеральный размах. И об этом рассказали крупные СМИ. Изменит ли ситуацию еще один указ губернатора, посмотрим в ближайшие недели. А теперь перейдем к другой теме. Трагедия у целой армии студотрядовцев. 18-летний парень, боец строительного отряда «Магистраль», скончался. У него подтвердили коронавирус, но причину смерти еще уточняют. Краевой следком начал проверку. С нами сейчас на связь выходит Анастасия Дороган. Она расскажет подробнее. О ситуации известно немного. Для строительных отрядов организовали общий объект в Миногорском районе. Там они занимались восстановлением садов, которые ранее принадлежали предприятию «Янтарное». Туда заехало несколько отрядов. Точная дата заезда неизвестна. Но буквально спустя несколько дней одному из студентов стало плохо. По информации, которую сейчас пересылают друг другу бойцы, этот студент начал кашлять кровью. Ему стало тяжело дышать. Их работодатель Елена Калюжная повезла парня в Барнаул. Почему она не обратилась за медицинской помощью на месте, неизвестно. Она от комментариев отказалась. Далее, по сообщению источников близких ситуаций, известно, что парень обратился за помощью в РТП. Оттуда его перенаправили в 8-ю горбольницу. В больницу он зашел на своих ногах, но его состояние было уже крайне тяжелым. И буквально через 3 часа в реанимации парень скончался. По результатам первого теста у него подтвержден коронавирус. Но точно причина смерти сейчас выясняется. Известно, что 18-летний парень был студентом строительного колледжа. А что касается Зминогорского объекта, где трудились бойцы, то он сейчас, конечно, закрыт. Мы три года там работали вообще. Всегда все успешно было. Но вот в этом году, в связи с этим заболеванием массово, объекты мы закрыли. Исследуют и состояние других. В ковидном госпитале Зминогорска сейчас 14 человек, еще двое в РТП. У всех повышенная температура, но врачи называют их состояние удовлетворительным. Следком начал проверку. О возбуждении уголовного дела можно будет говорить только тогда, когда будет известна точная причина смерти парня. И, возможно, его гибели можно было бы избежать, если бы за помощью обратились своевременно и на месте. Вторые сутки на улице в ожидании службы. Родители барнаульских призывников жалуются на нечеловеческие условия в военкомате. И это в период пандемии. Сидят на асфальте, а о дистанции в полтора метра нет речи. Десятки призывников ждут отправки к местам службы больше суток, рассказали нам родители новобранцев. Говорить о проблеме на камеру отказались, боятся, что сыновья могут пострадать. Действительно ли на попанке творится беспредел, мы пытались выяснить. Валентина, мне некогда, я по международу говорю, давайте позже. Подождите, очень сложная ситуация возникла. Родители... После этого разговора наша съемочная группа выехала на место, на территорию призывного пункта. Попасть и оценить условия содержания юноши не смогли. Это режимный объект. Но, как нам стало известно, ожидающих отправки призывников экстренно отвезли на вокзал. Горы мертвых пчел. Очередная обработка рапсовых полей уничтожила свыше тысячи пчелосемей в трех районах Алтайского края. Пасечники в отчаянии в один голос просят о помощи, ведь компенсировать утраты им никто не собирается. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Вся жизнь, посвященная пчелам, пошла котов под хвост. Это наша гибель. Не могу даже говорить. Нет матки – нет и потомства. 26 пчелосемей осиротели в одночасье. А с ними и их хозяин – пасечник из Мамонтовского района Геннадий Фартушный. Плотность пчелы, оставшейся на рамках. Это говорит о том, что пчела отравленная, что пчела неактивная. С улика идет запах пестицида. Предупреждение об обработке рапсовых полей ядохимикатами пришло не за трое суток, как положено, а за шесть часов, рассказывает пасечник. Но это же не пачка чипсов. Положить в карманы, быстро спрятать не получится, возмущается мужчина. Нужно найти людей, нужно организовать технику, нужно погрузить стоящие вот эти ульи все на платформу. Не могу говорить. Мне до того обидно. Вот поймите правильно. А мне обидно, как человеку. Как со свиньей со мной обошлись. Если бы не беда с пчелами, то подходить к улику и уж тем более стоять рядом с ним без специальной экипировки я бы просто не смогла. Тысячи пчел бы вылетали бы из литка и залетали бы обратно. Оставшиеся в живых пчелы тоже погибнут, уверен Геннадий Фартушный. Ущерб от агрокомпании, которая, по словам мужчины, и применила яд – 500 тысяч рублей. Геннадий Фартушный далеко не единственный, кто потерял пчел. Аналогичная беда в это же время пришла в Тюменцевский и Завьяловский районы. Мы находимся на пасеке села Гонахова. Вот такая картина. Вот это все устелено мертвыми пчелами. За края улья высыпаются, выходят. Ни дыму, ничего не боятся. Это пасека Александра Генриха. Химикаты уже третий раз лишают его пчелы урожая. Компенсации не получил ни разу. Хотя пасека официально зарегистрирована. В этом году боится, что и нынче справедливость не восторжествует. По пасекам объехала комиссия, взяли пробы, ни актов, никаких сопроводительных документов не составили. Вылково, значит, я где езжу. Была обработка сделана, но через несколько дней только появилась на аншлаге вот такая бумажка, предупреждающая пчеловода о вывозке там и убирать пчел. Но пчелы уже в это время уже сдохли. Люди говорят, что всему виной бесконтрольная обработка полей пестицидами. Поля с рапсом, к слову, почему-то в шаговой доступности от населенных пунктов, хотя должны быть удалены минимум на 300 метров. За моей спиной рапсовые поля, которые, по словам местных жителей, обрабатывают различными химикатами каждые 10 дней. А вот жилые дома, расстояние между ними всего 90 метров. Жители задыхаются, насекомые гибнут. Мы попытались связаться с лицами, в чьих руках поля. То есть вы не знаете, когда поля обрабатывали? Не знаю, я в отпуске. А какого числа людей-то предупредили? Не знаю. А можете, пожалуйста, тогда дать контакты человека, который все-таки знает и в курсе ситуации? Ну, у меня нет контактов. Прояснять ситуацию по телефону нам не стали и в администрации Мамонтовского района. Всего вам доброго. Расскажите, пожалуйста, Сергей Петрович, кто пострадал в итоге? Мы тоже хотим вас услышать. Молчит и Минсельхоз лишь пояснили, что специалист, курирующий пчеловодов, в отпуске. Люди же говорят, что беды можно было избежать, если бы между ними, аграриями и властью был диалог. Система оповещения тоже устарела. Вот стоят транспаранты и стоят, допустим, в газете объявления. Кто-то выписывает, кто-то не выписывает. 21 век, у всех телефоны, все это. Можно по звонку, чтобы лично оповестить. А о приложении слышали? Слышали, слышали. Оно добровольно принудительное. Про приложение, как вы сказали, нужно купить. Код купить, чтобы это приложение нам дали. Но оно ничего не работает. Эксперты в области пчеловодства говорят, что нужно в разы усилить контроль за пестицидами, изменить законодательство, функцию контроля снять с Роспотребнадзора и отдать Россельхознадзору, который в теме. А еще, как во всех развитых странах, отказаться от химикатов первого и второго класса опасности. Применять только третий. Пока же это что-то из области фантастики, говорят люди. И вроде бы готовы вновь убить годы на возрождение пасек. Но тут же вспоминают, что завтра очередная обработка рапсового поля. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Детям дурно, взрослым плохо. Жители Лесного Первомайского района недовольны участком дороги на подъезде к поселку. Несколько километров гравия в прямом смысле отравляют жизнь. От пыли, по словам жителей, задыхаешься. А вот как видят проблемы в профильном министерстве, узнаете из сюжета. У вас еще ничего. В некоторых селах и такой нет. Примерно так отвечают селянам из Лесного в Краевом министерстве транспорта. Не асфальтированный участок дороги засыпан гравием. Мало дискомфорта, так еще и пыль дорога поднимает непростую, а, как говорят жители, щебеночную, которая оседает в легких. Наши дети ездят в школу в соседнее село Санниково на автобусе. При этой дороге дети дышат пылью, потому что летом стоит пыль ужасная. Детей тошнит, детей укачивает на этой дороге. Своя школа в Лесном сгорела. От нее тоже осталась почти одна пыль. Но по этой пыльной дороге возят не только детей. Жители возмущены. Службы доставки либо отказываются сюда ехать, либо стоимость перевозок в Лесной завышают в разы. Зимой снег здесь редко и плохо чистят. А работы, которые проводили ни жителей Лесного, ни других поселков не радуют. Дорога от Бобровской трассы до поселка Рощино была отсыпана просто щебнем. При этом были выпилены все деревья, находящиеся вдоль дорог, которые хоть как-то от ветра защищали. И вот один километр дороги по Лесному заасфальтировали. На все это потрачено 24 миллиона рублей. Дорога ровно через год превратилась в то же состояние, как будто никакого ремонта не было вообще. В Министерстве транспорта официальные комментарии не дали, поскольку жителям Лесного уже неоднократно отвечали. Автомобильный поток не настолько велик, чтобы этот участок трассы асфальтировать. Да и щебень, говорят, не самый плохой вариант. Во многих селах ситуация хуже. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Тем не менее, жители от своей цели отказываться не намерены и планируют добиваться новой дороги. Следующая инстанция, куда будут обращаться, АКЗС и правительство региона. В полночь субботы на воскресенье движение в Барнаул со стороны Ленточного бора будет перекрыто. А с утра начнутся ремонтные работы по расширению шоссе до четырех полос. Проезд будет возможен лишь по одной полосе, на выезд из краевой столицы. Автомобилисты предвкушают появление широкой дороги, но перед этим придется постоять в пробках. Этот период вообще планируется до осени делать дорогу. И доступна будет для движения только одна полоса. Как справляться будете? Ну, лучше сейчас трудности перенести, чем потом. Сейчас трасса постоянно перегружена. По ней проезжают около 15 тысяч автомобилей в день. Именно поэтому было решено включить объездную в нацпроект безопасной и качественной дороги. Потому что не было бы пробок, да, освободить дорогу, чтобы поток и машины. Потому что с утра невозможно и в рабочее время затрудняет движение. Для большой разгрузки движения пробки же я бы, допустим, сказал «да». Сегодняшняя полоса у нас дорожная составляет 7 метров. Мы ее расширим до 14-15 метров. То есть в каждую сторону будет по две полосы. Также на всем протяжении будет искусственное освещение. Новые знаки, дорожная разметка, 4 автобусных павильона с заездными карманами и остановками. Расширят участок объездной длиной 4,5 километра. Дорожники перекроют шоссе от Южного тракта до АЗС. Алтайавтодор просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Было бы и принято решение одну полосу на выезд оставить, так как интенсивность в основном идет из города Барнаула. Также после закрытия дороги в течение нескольких дней будет осуществляться мониторинг интенсивности дорожного движения и будет осуществлена корректировка светофорного регулирования совместно с администрацией города Барнаула. Стоимость работ более 450 миллионов рублей. Половина федеральных средств была выделена дополнительно в этом году. Точные сроки, когда движение по объездной будет полностью открыто, в ведомстве пока не называют. Говорят, планируют завершить к осени. Виктория Лущик, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. Оскорбил, ответишь. В Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, по которому чиновники-хамы будут не только оштрафованы, но и даже дисквалифицированы. В соцсетях обсуждают, что наконец-то удастся приструнить держателей власти. Получится ли? Анастасия Дороган продолжит. Это помощник депутата! Говорить сердцем скоро не придется. Если ты лицо власти, контролируй язык. Казалось бы, за этим надо следить и сейчас, но пока это дешево. В будущем цена слова подорожает. Госдума одобрила штрафы за хамство чиновников. Пока в первом чтении. Нам этот закон дают под согласом того, что это закон против чиновников. Но вполне есть риск, что привлекать за так называемое оскорбление будут пытаться всех граждан, которые допустили какие-то негативные высказывания в адресе чиновников. Пошел отсюда! Вы нормальный? Вы председатель? Да! Маты в лифте, в очереди даже в огороде. Ответственность в обе стороны расширяют и на вне рабочее время, а еще на интернет. И в этом отличие этого законопроекта от того закона, что пока действует. Краевые барнаульские депутаты инициативу в целом одобряют. Говорят, теперь закон для всех один, но не совсем равный. Если мы говорим об обычном человеке, не чиновнике, не представителе власти, то здесь сумма до 10 тысяч, а чиновник это уже в первый раз до 100 тысяч, второй раз до 150. И, конечно, главный вопрос, как говорить на повышенных тонах, никого не оскорбляет, даже если очень хочется. Пока не ясно. К третьему чтению разработчики закона должны подготовить закрытый перечень оскорблений. Как точно делать не надо. Правда, и в этом случае двойные толкования могут быть. Если в мировом сообществе у нас есть лица ЛГБТ-сообщества, и это считается вариантом нормы, то у нас соответствующее изречение по одному конкретному из них может расценить человек как оскорбление. Но будет ли это оскорблением, если это по сути правда, и этот термин, соответственно, который в народе у нас принят, здесь уже устанавливают у нас конкретно суд. И тогда все зависит от позиции судьи, ведь даже лингвы эксперта привлекают не в каждом случае. Но, тем не менее, в обществе законопроекту рады, надеются, что власти будут культурнее. Ведь в 2018-м привлекли к ответственности за оскорбления 60 человек, а в 2019-м только за первые полгода 45. А если закон примут, чиновники хама могут даже получить политическую дисквалификацию до года. Но некоторые представители власти уверены в другом. Чем штрафовать, нужно ликвидировать причину взаимной ненависти. Скорее, проблему нужно решать повышением культуры граждан. А для этого, как это не парадоксально звучит, необходимо, наверное, повышать их материальную финансовую состоятельность. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, Илья Халяпин. День с толком. ЕГЭ по профильной математике писали сегодня выпускники по всей России. Каково было школьникам и учителям готовиться к одному из ключевых предметов самоизоляции, и как подготовились в школу, узнал Андрей Дрейер. Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушения порядка проведения ЕГЭ в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение. Записи будут сохранены, их даже смогут пересматривать. Впрочем, волнение выпускников начинается еще до этих слов, например, на этапе подготовки. Дистанционка, то, что не ходили в школу, помешала или помогла? Скорее помешала, потому что самому себя дисциплинировать немножко сложно, и подготавливаться все-таки проще гораздо с педагогом. Что сейчас чувствуете? Волнение, потому что самый важный экзамен в моей жизни, так как он несущий. В биологии уверена, в математике стараюсь быть уверенной. Уверенность сбивают еще и меры предосторожности. В Минобре говорят, что в этом году выпускники уже успели напугать школьный персонал, хотя ни одного подтвержденного случая пока не было. Из тех детей, которые сдавали в течение трех дней экзамен, у нас заболевших пять человек. Это неподтвержденный диагноз. Это заболевшие, у которых поднялась температура от волнения, поднялось давление прежде всего, или наоборот упало давление. Чтобы предотвратить настоящее заражение, в школах принимают все меры, если не больше. Например, в 22-й гимназии запаслись антисептиками, средствами защиты, и приобрели бесконтактные термометры. Пришлось запасаться частично за счет бюджетных средств. Нам выделял комитет по образованию, министерство наше. Частично с помощью хороших наших родителей. Во-вторых, большая роль в этом году у технического персонала. И сегодня они начинают работать в дни проведения экзаменов раньше с 7 утра. Тяжело и учителям. Профсоюз работников образования региона даже обратился к губернатору с просьбой установить единовременные выплаты. Ведь в этом году педагогам приходится работать в сложных условиях. В жару, часами находятся в масках и перчатках. И получают за это копейки. Как нам рассказал председатель краевого профсоюза Юрий Абдулаев, пока документ находится на рассмотрении. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Мечанин Юрий Бакулин известен на всю Россию. Героем телевизионных сюжетов становился 7 раз. А недавно засветился на Первом канале, где делился рецептом варенья из ревня и щавеля. Несколько лет назад он зарегистрировался в социальной сети и с тех пор удивляет свою армию подписчиков. А их уже более 42 тысяч. В гостях у садовода побывали наши бийские коллеги. Сегодня наша съемочная группа оказалась в аномальной зоне. Здесь в начале июля уже цветут гладиолусу. Собирают по три урожая редиски и красные помидоры. Бийчанин Юрий Бакулин стал популярным блогером неожиданно даже для самого себя. Когда три года назад по совету жены он завел аккаунт в популярной социальной сети, даже не предполагал, что достаточно быстро обзаведется тысячами подписчиков. Феномена своей популярности он и сам не понимает. Свои сюжеты дядя Юра, как его называют подписчики, снимает на собственных шести сотках. Их он превратил в настоящий плацдарм для испытаний. Три урожая редиски к июлю? Легко. Собирать малину до первого снега? Пожалуйста. Каждый год садовод ставит новые цели. Сейчас, например, ждет урожая белых грибов на грядке. В этом году попробовал, посадил белый гриб. Не знаю, какой будет результат, но надеюсь, что будет все хорошо. На огород Юрий Анатольевич, как сам признается, тратит всего один час в день. Свободного времени остается много, и чтобы не скучать, он снимает забавное видео. Пародирует прима-балерин или скандальных журналистов. Делится собственным опытом. Ведь даже банальную окрошку в этой семье готовят необычно на собственном томатном соке. Секрет этого сока, знаешь, какой? Самое главное, что помидоры, поспевшие на корню, собираются, и через 30 минут уже мы на даче их крутим на соковыжималке. Интернет настолько прочно вошел в жизнь семьи, что Юрий делится с друзьями по сети даже проблемами со здоровьем. Головные боли продолжались убить Чанина целых два года. МРТ показала опухоль головного мозга. Подписчики даже уговаривали блогера открыть расчетный счет. Многие хотели перечислить деньги на операцию. Но дядя Юра отказался. Дождался бесплатной операции, победил болезнь и снова в бой. Дыни на Алтае выращивать. Ну вот нынче посадил дыни. И вот уже кое-где зависть появилась. Теперь надо будет ее проредить, чтобы дыни были большие. Но пока этим еще было некогда заниматься. Скоро будут делать. Стандартный блогер – это пафосный юнец с накрученными подписчиками. Блогер интересный – это опыт, знание жизни и золотые руки. Все, как у дяди Юры. Ксения Цапко, Андрей Сегаев. День с толком. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». Хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!